Правила без отношений порождают мятеж Итак, ключевой принцип построения отношений – готовность уделить время Потому что, показывая свою готовность уделить время ребенку или кому-то еще, мы как бы говорим ему «ты важен для меня» Как я уже говорил, однажды жена сказала мне «Дорогой, ты перестал проводить время с детьми» И я так благодарен ей за эти слова, Дотти просто изумляет меня Я и не знал, что женщина может так любить мужчину, как Дотти любит меня Я не подозревал, что бывают такие семьи, как наша У нас с женой четверо детей, которые пойдут на все ради меня, и я за них жизнь отдам Я и не мечтал о такой семье, потому что не видел таких Потому что у меня в детстве и близко такого не было К счастью, Дотти выросла как раз в подобной семье, что меня и спасло Но не скажу, что она была рада возможности поспорить Я не из тех, кому легко что-то доказать Даже когда я вижу, что неправ, я могу упорно отстаивать свою позицию Но Дотти не только рискнула противостоять мне Она была готова прийти на помощь Позвольте кое-что сказать вам, парни Если вы женитесь или уже женаты, не действуйте в одиночку Вы не справитесь Знаете, я довольно сильная личность Но без поддержки Дотти я бы давно разрушил свою семью Потерял бы своих детей и, скорее всего, не сохранил бы свой брак Не действуйте в одиночку Прислушивайтесь к матери ваших детей Дотти изо дня в день напоминала Дорогой, тебе нужно уделить время Келли Дорогой, ты сегодня совсем не общался с Шоном Как видите, моя жена терпеливо направляла меня Пока однажды я не перестал в этом нуждаться Это просто стало частью моей жизни Но поначалу мне нужен был человек, который шептал бы на ухо Оставь дела, побудь с Хизер, побудь с Кэти Пообщайся с Келли Сходи куда-нибудь с Шоном Так вот, парни, если у вас нет такого человека Скорее всего, не будете уделять время детям Разве что в том случае, если ваш отец проводил с вами достаточно времени Кстати, что еще помогло мне? Хотя многие критиковали меня за это Я всегда позволял моим детям перебивать меня Неважно, с кем я разговаривал Они всегда могли прервать меня, если делали это уважительно Представьте, например, отец в церкви беседует о чем-то с пастором Ребенок подбегает к нему и дергает за рукав Папа! Пап! Матери обычно реагируют со второго раза Отцы с пятого И почти всегда таким образом Отец произносит самую глупую вещь на свете Послушайте, что он говорит Послушайте, ты не видишь, что я разговариваю? Что же, ребенок слепой или без мозгов? Конечно, он видит и слышит, что отец разговаривает Никогда не говорите такого ребенку Обычно отец говорит Ты разве не видишь? Я разговариваю с пастором, так что Иди-ка вон туда Сядь и помолчи, пока я не закончу С тобой я поговорю потом Да бросьте Ни один ребенок этого не поймет Не могут они спокойно принять такое Поэтому знаете, как я поступил? Сказал детям, что они всегда могут прерывать меня С кем бы я ни беседовал И вот, что я говорил в таких случаях Извините, пастор Но моей дочери нужно папина внимание Я на минуточку Ну в чем дело, милая? Да, конечно А теперь иди и расскажи это маме Хорошо? Так на чем мы остановились? И все, что тут сложного? Мы с вами люди взрослые А у взрослых, у большинства из них Уровень эмоциональной зрелости и понимания Выше, чем у ребенка Зато представляете, что благодаря этому Понимает ребенок? Я для папы важнее, чем пастор Президент, посол, король И вообще кто угодно И знаете, что я скажу? Дети ведь на самом деле важнее А как мы можем дать им это понять? Разрешая перебивать нас Поверьте моему опыту Это работает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok